Да, работа работе рознь. На этой неделе трудовые отношения между тренером сборной России Фабио Капелло и Российским футбольным союзом окончательно закончились. Пожалуй, редкий случай, когда работодатель перед своим сотрудником остался в аутсайдерах, выплатив после разрыва контракта компенсацию с девятизначным числом. Герои нашего следующего сюжета большой футбол покорить не пытаются и о миллионных контрактах не мечтают. Им бы свои кровные гроши вернуть и не попадаться больше на хитрые маневры нанимателей. Опасные моменты на рынке труда изучил Александр Куршев. Официальная цифра более 27,5 тысяч человек. По неофициальным данным статистика в три раза больше. Каждый второй – это огромная армия безработных, потенциальная жертва горе работодателей. Технология в поиске бесплатной рабочей силы иногда доходит до абсурда. Но, к примеру, требуется грузчик с испытательным сроком и обучением за счет компании. Куда уж дальше. Михаил – еще вчера молодой сотрудник Большого охранного агентства в Новосибирске. Со стороны работодателя обещание – достойные зарплаты каждые две недели, а главное – официальное трудоустройство. Это по закону, но реалии другие. После того, как прошло две недели, я позвонил, мне сказали, что никаких денег пока что нету и навряд ли я их пока что получу. А далее, без объяснения причин, Михаилу было предложено уволиться по собственному желанию. Зачем понадобилась такая процедура – тоже странно. Ведь при трудоустройстве у него даже не попросили трудовую книжку. Я подписал трудовой договор, один экземпляр. Мне сказали, что эти два экземпляра, мой, мою копию и настоящий, отдадут на подписи в офис, увезут куда-то там в главный, не знаю. И получилась такая ситуация, что так я его и не дождался. Когда мы готовили этот сюжет, Михаил все же получил свою зарплату. Две тысячи рублей за отработанных полмесяца и в качестве бонуса ряд оскорблений и угроз. Вы кого дурить? Идите в трудовую инспекцию, там будем разбираться. Сюда. Хорошо. До свидания. Спасибо большое. Спасибо за хорошее отношение к вашим сотрудникам. У нас нормальные отношения. Я вижу. А это нормальности другой фирмы в Новосибирске. С хитросплетениями в самом названии и, видимо, в трудоустройстве. Разброс вакансий обширный от технического персонала до экономистов и работников культуры. Мне сказали, подъезжайте завтра к 3-м часам дня. Будет адрес, вахтер, администратор, зарплата 26 тысяч. Личный секретарь, секретарь руководителя. Вот так вы написали. Личный секретарь. А вас в хачтыках? Делопроизводитель. Делопроизводитель вас пригласили, да? А они представились, как называется, компанией и так далее. Мы тоже под видом соискателей приехали устроиться на должность библиотекаря. Оказалось, за это еще и нужно заплатить. Я приехал по объявлению, где было четко написано, требуется библиотекарь. А здесь вы мне предлагаете какую-то продажу. Вы представляете эту компанию, называя в объявлениях, приглашая сюда людей разных специальностей. Они приезжают и мало того, что они не могут устроиться на свои должности, которые их приглашают. Им предлагают внести 400 рублей за логовую стоимость. Это вы сейчас мне об этом рассказали. Взамен какие-то произойдутся материалы. Честному работодателю ему нечего скрывать. В любом случае, если он не планирует обманывать, работодатель обязан ему предоставить все сведения. Где будет находиться рабочее место, что будет входить в должностные обязанности. Но, в принципе, вот это вот ответственность работодателя. В соответствии с трудовым законодательством гражданину должна быть обеспечена минимальная заработная плата. Обязательно. Обязательно. В Новосибирской области уровень ее установлен 9 тысяч 30 рублей. То есть 9 тысяч гарантирован человек должен даже на испытательном сроке через месяц получить. Да. И уж точно не платить за свое трудоустройство. Кстати, с 1 января 2015 года в Трудовом кодексе появились поправки. Гражданско-правовые отношения отныне в кодексе упразднены. А за отказ заключить договор с сотрудником компания получит штраф от 100 до 200 тысяч рублей. Так что тем, у кого на руках от работодателя только обещание, стоит задуматься. А лучше обратиться в трудинспекцию. Вообще меня не снимай. Не надо камеру. Я говорю, меня не снимай, говорю, ай. Александр Коршев, Василий Тополев и Олег Сурков. Специально для итогов недели.